Константин Дмитриевич Урабьев, убитый под Москвой. Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт. В ту пору, с утра и до ночи, с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто она навсегда застряла на закате, откуда и наплывала эта пахучая сумеречная лиха, гаря от сгибших там населенных пунктов. На Дужно воя, невысока и кучно под колонной, то и дело появлялись юнгерсы, тогда рота согласно проникала к раздетой наибрям в земле. И все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть прилетала мимо и извещалась об этом каждый раз по мальчишески звонком, почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана, четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте, лицом полегшим. Из губ его не сходила всем знакомая, надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожными перчатками, он не выпускал ировый пруд, до половины очищенной от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лазинку стеком, потому что каждый еще в ту мирную пару ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки, чуть-чуть сдвинутые на правый весок. И, может, по этому самому ему нельзя было падать. Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившие селения. Впереди и уже недалеко должен быть фронт. Он рисовался курсантом зримым и величество сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти. И они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примокших бастионов. Снег пошел в полдень, легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахам перезревших антоновских яблок, и Роте сразу становилось легче идти. Ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему уделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завистой он был теперь почти не виден. И Рота, тоже как по команде, принялась добивать на ходу остатки галет, личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клёклые и пресные, как глина. Капитан скомандовал «Отставец!» В этот момент, когда двести сорок ртов, уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к Роте, стремительным шагом, неся на отлетих воростину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищурленный взгляд, вытягивались постройки смирно. Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал «Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!» Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемой ротой с юга. Это сулило привалу, но если бы капитан оглянулся и встретил с глазами курсанта, то, может быть, повернул бы роту на прежний курс, но он не оглянулся.